Аминь Дорогие, давайте мы откроем первое послание Коринфянам, 13-ю главу, и я прочитаю несколько стихов из этой главы, 13-я глава, 4-й стих. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Давайте мы еще склоним наши головы и коротко помолимся. Господь, мы сегодня здесь в Доме Твоем, чтобы нам вникать в себя и в учения, чтобы нам получать Твои откровения, Господь. Мы молимся и просим, помоги нам, Господи, изменяться, помоги нам не оставаться прежними, но приближаться к Тебе и быть детьми Божьими. Спасибо Тебе за это особенное, благословенное время в Доме Твоем. Слава Тебе за все во веки. Аминь. Вы знаете, неспроста я прочитал эти несколько стихов из 13 главы. Очень важная, очень, наверное, серьезная глава. И, вы знаете, я думаю, что в этой главе она сокрыта, вот, то ценное, то основное, что Бог ожидает от нас, как от верующих людей. Просто любить, быть наполненными Его любовью. Аминь. Вы знаете, для Него не самое главное, что ты будешь служить, будешь служителем. Для Него не самое главное, что ты, может быть, будешь делать какие-то важные дела, какие-то особенные, может быть, свои дары, таланты будешь использовать. Нет, это все важно. Но, вы знаете, наверное, я думаю, самое важное – это Его любовь. Когда мы, как верующие люди, будем наполнены Его любовью, вы знаете, я думаю, что мы будем во всем преуспевать. Аминь. Мы будем преуспевать во всем, потому что Бог есть любовь. А если Бог есть любовь, значит, друзья мои, в этом слове сокрыт весь Бог. Аминь. Вы знаете, сегодня я хотел бы поговорить о разочаровании. О разочаровании. Начал с любви, продолжу с разочарованием. Вы знаете, дорогие, думаю, что, наверное, мне не нужно спрашивать, кто из вас переживал разочарование, потому что мы все с этим сталкиваемся, проходим через это, переживаем подобное что-то. Но, вы знаете, интересно, что в одном авторитетном исследовании была указана основная причина разводов. Вы знаете, я хотел бы сегодня коснуться немножко семьи, потому что, ну, вообще, во-первых, могу уверенно сказать, если бы не семья, никого бы из вас не было. Аминь. Да, немножко, может быть, по-земному скажу, не так духовно, но если бы не семья, если бы не твои папа и мама, тебя бы не было на этой земле. Так или нет? То есть, фактически, твое появление на этот свет зависело от каких-то обстоятельств определенных, от твоей семьи. Вы знаете, мы понимаем с вами, что сильная церковь — это сильные семьи. Когда мы действительно понимаем важность того, чтобы наши семьи, они были сильными, они были благословенными, взаимоотношения держались на любви, мы это понимаем, мы этим ценим, тогда действительно враг не сможет нас одолеть, враг не сможет разрушить наш брак, разрушить наши отношения. Но исследователи провели вот такое исследование и вывели причину, основную причину всех разводов. Если я сейчас вас заставлю подумать немножко для себя, несколько, может быть, каких-то причин выявить, я думаю, что будет масса-масса разных причин. Кто-то скажет деньги, кто-то скажет отношения, кто-то скажет, не знаю, может быть, секс, может быть, что-то еще. Много-много-много-много разных будет причин. Но, вы знаете, оказывается, вот все, что может быть сегодня может в нашей голове крутиться, это всего лишь некие, знаете, симптомы настоящей проблемы. Но, как говорят исследователи, основная, фактически единственная проблема разрушения семей, разводов, это завышенные ожидания. Вы знаете, завышенные ожидания, друзья мои, это как смертоносный яд, такого медленного действия, который проникает в сердце отношений. Он проникает и потихонечку действует, он отравляет тебя изнутри. Он приносит в твое сердце разочарование, он приносит в твое сердце эту боль, он приносит в твое сердце это состояние, когда ты впадаешь в депрессию. Только лишь по одной простой причине, что где-то ты допустил вот эти завышенные ожидания. Вы знаете, более того, я продолжу немножко вот в исследованиях этих, я специально ознакомился, почитал. Я хотел бы привести мнение психологов вот нашего времени, последнего, может быть, времени, в котором мы с вами живем. И они говорят, что завышенные ожидания, это, друзья мои, не просто какая-то такая проблемка, это не просто какая-то, может быть, одна из каких-то таких проблем в этом мире, но они говорят, что завышенные ожидания, это целый, на самом деле, синдром. То есть это уже такая очень серьезная глобальная проблема. И давайте, позвольте, я вам зачитаю мнение психологов. Завышенные ожидания, это синдром, который психологи уже долгое время относят к отклонениям в мышлении и поведении. Я не пытаюсь никого сейчас вас убедить в том, что вы имеете этот синдром. Я уверен, что вообще никто из нас этот синдром не имеет. Вообще никакого к нам отношения он не имеет. Но послушайте, пожалуйста, признаки этого синдрома. Люди, которые страдают от этого синдрома, не переживают маниакальные приступы, не чувствуют удовлетворения в процессе работы и не радуются конечному результату. Конечно, при таком стиле жизни у человека развиваются не самые лучшие качества личности. Например, зависть или постоянное чувство истощения и усталости. Плюсуем к этому такие симптомы синдрома завышенных ожиданий, как раздражительность, желание держать под контролем все, что происходит в жизни самого себя и окружающих, зацикленность на работе, отсутствие личной жизни, бессонница, тревожность. И получаем на выходе человека закомплексованного, депрессивного, страдающего от тревожности и подверженного стрессу. Вот такие краткие характеристики вот этого синдрома завышенных ожиданий. Мы все это с вами послушали, поняли, что это вообще абсолютно не про нас. Хотя где-то, знаете, мне вкрадывается в сердце, что что-то я тут замечаю, что тут про меня говорится немножко. Где-то что-то вот перекликается. Раздражительность, усталость, переутомленность, бессонница иногда, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вы знаете, интересно, что завышенные ожидания, они на разных уровнях посещают нас. Это не только по отношению к самому себе, хотя иногда, конечно же, бывает так, что мы для себя ставим вот эти планки такие, знаете, такой уровень, который вообще очень фактически невозможно нам преодолеть. И мы разочаровываемся сами в себе. Мы, может быть, недовольны сами собой. Но я хотел бы поговорить сегодня о, прежде всего, об отношениях в семьях, это между супругами, когда мы выставляем вот эти завышенные ожидания по отношению к супругам. Когда мы выставляем завышенные ожидания как родители к своим детям. Вы знаете, такое тоже есть. Очень часто присутствует, очень часто приводит к проблемам в семье. Когда дети могут выставлять завышенные ожидания к своим родителям. Это то, что внутри происходит. Это то, что внутри мы хотели бы, ожидаем, получить. Когда мы к друзьям завышенные ожидания имеем, к коллегам, может быть, к той жизни, в которой мы находимся. Мы переживаем. Вот давайте немножко поразмышляем. Я, допустим, как отец, и сейчас уже не многодетный, знаете, вот паспорт меняю. Уже только один ребенок в паспорте остается. Думаю, вот это да. Остальные уже выросли. Но я вспоминаю время, когда были такие моменты, допустим, я еду домой, уставший, с работы, со служения. И вы знаете, опустошенный весь такой. И вот внутри у меня такая мысль, сейчас приеду домой, мой теплый домашний очаг. Моя любимая супруга. Я только руку к звоночку поднесу, она уже дверь откроет. Она же чувствует меня на расстоянии. Она же мысли мои читает. Я только ручку к звонку, она уже дверь откроет. Любимый, я так тебя жду. Причесочка у нее там, фарточек беленький сияет. Скорее заходи, уже ужин остывает. Я уже такой тут первое, второе, третье. Это я так ожидаю, знаете. Еду домой, думаю, так классно. Слушай, семья, жена. Супер. Приеду, там детки такие, прямо такие нарядные. Не знаю, маленький ребеночек, там сидит в кресле, приборами кушает, да. Захожу, сел за стол, кушаем, любуемся друг другом. Комплименты раздаем, покушали, знаете. Что делать будем? Гулять пойдем. Вместе время певать. Собрались, пошли, идем по улице, за ручки держимся, да. Птички поют. Ветерок, волосы шевели. Так, знаете, приятно, так здорово. Идем, мечтаем. А там дома уже кто-то порядок, чистоту, все, все убирает, уже готовится к следующему событию. Там мы приходим, все прекрасно, чистота дома, порядок. Сели на диванчик, воркуем, сидим. Детки играют там в уголки, никому не мешают. Так, здорово, вот это да. Ожидание. Прихожу, звоню. Что такое, дома, что ли, никого? Звоню раз, два, три. Ой, вот кто-то бежит. Уже, знаете, настроение падает. Что такое? Жена такая, дверь открыла, даже не здрасте, настроение уже убежало. Куда? А где здрасте? А где любимый? А где дорогой? Захожу. Ой, боже мой, игрушки. Чуть ногу не сломал, знаете. Грязно. На кухню, думаю, ну ладно, пойду успокаиваться, знаете. А на столе голый стол. Крошки только одни. Не понял, к жене, что такое? Где ужин? Знаете, даже говорить ничего не надо было. Жене по взгляду понял, где ужин. Иду к холодильнику, открываю, а там изобилие. Изобилие отсутствия. Изобилие чистоты, да, в холодильнике. Ничего нет. Слава Богу, какой-то сыр завалялся, хлеб смотрю, все. О, аллилуйя, спасение, будем горячие бутерброды есть. Но, вы знаете, поели уже, в глаза друг к другу не смотрим. Сели один на диван, другой на кресло, уже ребенок кричит, там, это что-то просит, пристает вообще. Сидишь, думаешь, все, капец, вот это жизнь. Я же этого не ожидал. Мне же этого не хотелось. Вообще другое было. Вы знаете, ожидание и действительность. Завышенное ожидание и реальность. Вы знаете, вот разница между этими двумя, не знаю, производными, знаете, чему равна? Равна разочарованию. Когда ты столкнулся не с тем, что ожидал, ты разочарован. Все, ты расстроился. Думаешь, вообще, вот это жизнь. А я же другого ожидал, я же другого хотел. И знаете, вот с этим мы сталкиваемся, этим мы живем подобно. Иногда мы накручиваем сами себе, мы ожидаем, мы думаем, что так будет. Знаете, выходим за работягу и думаем, ну все, вот женюсь на нем, все, он на руках мне будет носить, он время со мной будет проводить, он всегда рядом будет. Нет, он так же работает, его с утра до вечера не видно. Да что такое? Это же не то, что я ожидал. Он думает, все, я смотрю ее посты в интернете, у нее, слушай, такие блюда постоянно, там так все здорово, красиво. Точно вот замуж, вернее, женюсь на ней, да? Все будет, все супер, она будет готовить мне. А она готовить не умеет, она просто умеет в интернете очень хорошо находить красивые картинки. И ты женился, а она не стала домохозяйкой, ничего не изменилось, а тебя разочарование посетило. Думаешь, вот это да, как так? Я же не этого ожидал. Друзья мои, вы знаете, проблема, проблема завышенных ожиданий в том, что они не наблюдают. Или другими словами, они не вникают в действительность, в реальность, в той, в которой мы живем. Вы знаете, что очень важно, чтобы тебе избежать вот этой депрессии, чтобы тебе избежать вот этого разочарования? Знаете, что очень важно? Надо научиться реально смотреть на жизнь, научиться понимать реальность, в которой ты живешь. Как это важно, друзья мои. Знаете, Нейман однажды, услышав, что ему могут помочь с его болезнью, с его проказой, он поехал в эту далекую страну, и он уже себе нарисовал, как это все должно быть. Оркестр, фанфары, дорожки ковровые, знаете, все, приезжаю, там уже все выбежали к нему, руку возложили, помолились, и исцеление пришло. Вы знаете, он даже реальность-то не изучил, он даже и не думал, куда он едет вообще, он не знал, куда он едет. Думал, все должно быть так, как всегда, я привык к этому. А в реальности приехал, слуга вышел, говорит, иди вон, искупайся в той речке, в грязнучке. Такая, знаете, страшненькая речушечка бежала там, когда все воды с гор спустились в эту речку. Представляете, что там получилось. И он чуть не разочаровался, он чуть в депрессию не впал. Слава Богу, знаете, вот, мудрость через маленькую девочку пришла, и через его слуг настояли. А так бы, друзья мои, ведь разочаровался бы, в депрессию бы на навпал, вообще бы потерял бы все, расстроился бы наверняка на очень долгое время, верить бы перестал окружающим. И вот иногда мы так, друзья мои, живем, мы завышаем наши ожидания. Мы завышаем их по отношению к нашим женам, мы завышаем их по отношению к нашим мужьям, мы требуем, мы ждем. Мы ставим эти планки, которые сами не можем даже перепрыгнуть. Но мы хотим, чтобы их перепрыгивали другие. Как родители мы к детям своим можем завышать планки. Вы знаете, интересно, мне эта история нравится. Я очень часто читаю, задумываюсь, разные сюжеты приходят в голову, но поделюсь снова этой историей. Матфея 21 глава, с 28 по 30 стих. У одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал, сын, пойди, сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ, не хочу, а после, раскаившись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже, этот сказал в ответ, иду, государь, и не пошел. Вы знаете, один отец и два сына, и его родных абсолютно одинаковое воспитание, я уверен, условия жизни, все одинаково. А реакция разная. Я не знаю, если у вас двое и больше детей, вы меня поддержите. Сколько бы у тебя детей не было, все абсолютно разные. Аминь, так или нет? Нету подобных, нету одинаковых. Привычки разные, характер разный, поведение разное. Вообще, тут мы видим с вами, один сказал, пойду, и не пошел. Другой сказал, не пойду, и пошел. Вы знаете, мы с вами не читаем, там, одного отец выгнал, другого полюбил. Нет. История об этом умалчивает, но мы и понимаем, отец, он нормальный, он будет любить своих детей. Не за пятерки, не за послушание, не за достижения. Даже тогда, когда что-то не получится, даже тогда, когда провал будет, даже когда двойку принесет, все равно будет любить. Что любовь, она, друзья мои, любит не за что-то. Как много мы читаем с вами, я специально начал с этого места, когда нам говорит с вами, друзья мои, вот это место о любви, что она не, не ставит условия, она не, она просто любит настоящая Божья любовь. Безусловная абсолютно. Вы знаете, я один раз услышал такой интересный совет, и вам рекомендую, когда это место Писания читаете. Знаете, про любовь легко читать. Любовь, она такая, она сякая. Знаете, что сделаете? Поставьте свое имя вместо слова «любовь» и почитайте. Давайте вернемся и почитаем. Я свое имя поставлю, чтобы никого не смущать. Леонид долго терпит, милосердствует, Леонид не завидует, Леонид не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Леонид никогда не перестает, хотя и прадочества прекратятся, и языки умолкнут, и знание уплазнится. Ну, я-то могу сделать вид, что это действительно так. Слава Богу, жены моей нет сейчас здесь пока. Друзья мои, вот когда мы читаем и наше имя ставим туда, знаете, в некоторых моментах смущение приходит. Ты-то понимаешь, что не все так, как хотелось бы. Не все так, как хотелось бы. А в чем дело? Если Бог есть любовь, а Бог в нашем сердце живет. Аминь. Знаете, друзья мои, мы не можем вырастить любовь внутри себя, мы не можем ее, знаете, воспитать, мы не можем ее от опыта как бы развить. Знаете, нет, не получится, не сможем. Знаете, есть единственная причина, чтобы любовь Божия из нас изливалась. Знаешь, какая? Позволить ей прийти в наше сердце. Вот когда Иисус приходит в наше сердце, как Спаситель, вы знаете, Он же приходит со всем своим добром. И основное Его добро это любовь. Аминь. И вот нам надо ее принять. Представляете, Он возлюбил нас такими, какие мы есть. Он возлюбил нас ни за что. Просто возлюбил. И Он желает, чтобы эта любовь, она пришла в наше сердце, такая же, и начала жить внутри нас. Он ожидает этого от нас. Вы знаете, Он не ставит перед нами планки. Мне нравится, что наш Бог, Он никогда, друзья мои, не ожидает от нас. Не то, что там завышенное ожидание, Он вообще не ожидает от нас. Он просто нам дает. Он нам дает все необходимое. Завышенное ожидание, как часто они в нашей жизни бывают. Я помню, еще мы на Арджиникидзе, когда были наше здание, как-то там тоже у меня какой-то день рождения. Приходит мое день рождения. Думаю, классный день, здорово так, все будут поздравлять, наверное. Приезжаю в церковь, вообще никто не вспоминает, все мимо ходят, никто не улыбнется даже, думаю, да что такое, мне уже мысли подкрадут, что это вообще, не любят, не уважают вообще. Расстраиваюсь, что-то час за часом, минута за минутой идет, мне все хуже и хуже. День рождения, а у меня, знаете, как будто депрессия какая-то. Думаю, да что такое? Братья подходят, говорят, слушай, поехали, прокатимся тут в одно место недалеко. Я говорю, какой катится, у меня день рождения, вы хоть поздравьте меня, так мы про себя. Думаю, ну что делать, зовут, надо ехать, поехал. Настроения вообще никакого. Они там чем-то занимаются, я наблюдаю за ними, а сам все больше и больше в депрессию впадаю, расстраиваюсь. Они там все свои дела сделали, все, сели в машину, поехали обратно. Я уже думаю, ну все. Слушайте, день рождения вообще никакой. Расстроенно уже еду. Думаю, вообще точно в депрессии уже. Такое чувство уже, знаете, что вот уже все, погряз. Ничего не хочу, никого видеть не хочу. Думаю, куда я еду? Приезжаем, заходим, они мне говорят, пойдем, зайдем тут в кафетерик, там попьем чайку еще. А я, знаете, иду через силу, и думаю, вообще сейчас сорвусь точно. Подходим к кафетерию, бах, дверь открывается, а там, представляете, весь офис, жена моя, друзья, собрались все, кричат, шарики надутые, меня, как, знаете, холодной водой облили. Я чуть на весь мир не обиделся, я чуть не разочаровался, я чуть в депрессию не впал, а тут, оказывается, уже все готовят давным-давно. В супругах такой сюрприз хотела сделать и сделала, я до сих пор помню, уже, наверное, сколько лет прошло. Я думаю, слушайте, насколько же это опасно, друзья мои, иметь эти завышенные ожидания, ожидать, накручивать себе. И я принял это решение, думаю, вообще, зачем ожидать? Знаете, сегодня когда спрашиваю, что тебе подарить? Я думаю, слушайте, вообще не знаю, меня как будто в стопор кидает. Да не знаю ничего, без разницы абсолютно. Знаете, мне так нравится, что наш Бог, Он Бог реальности, реальности. Наш Бог, Он, вы знаете, независимо от того, что Он Бог чудес, Он Бог невозможного, Он всемогущий, вы знаете, вот Он всегда вникает в реальность, в ту реальность, вот которая в твоей жизни. Я приведу несколько примеров, буквально, вы знаете, эта бедная вдова, вы помните, прибежала к пророку, сыновей ее хотели в рабство забрать, за долги мужа, который умер, а Бог через пророка начинает спрашивать, а что у тебя есть? Реальность. Чуть-чуть масла. Сосуды сможешь найти? Бог знает реальность. Собери по соседям. Он знает реальность этой женщины, ее отношения, она собирает. И вот масло не кончается его настолько, сколько сосудов. Сосуды и масло, это реальность. Но Бог действует сверхъестественным образом в той реальности, в которой эта женщина живет. Аминь. Вы знаете, эта бедная вдова из царепты Сидонской, у которой чуть-чуть муки осталось и масла, чтобы покушать и умереть, как она сказала, тут приходит пророк и говорит, что у тебя есть, дай мне. И знаете, женщина, реальность, она берет то, что у нее есть, использует и отделяет человеку Божьему. Что Богу нельзя было сделать? Какую-то скатерть, саму бланку, знаете, как мы в сказках привыкли. Раскатил скатерть, а там все. Холодильник такой, что там ничего не кончается. Все можно было. Абсолютно. Но знаете, Бог, наш Бог реальность любит. Он никогда не завышает бланки, Он никогда не даст тебе сверх невозможного твоего, сверх того, что ты не можешь. Никогда. Знаете, даже глядя на то, как его сын появился в этом мире, вы знаете, реальность, не было места в гостинице, это реальность была. Что Бог не мог сделать? Да мог бы, друзья мои. Знаете, он клюзев бы еще в те времена бы появились, если бы Бог захотел, но Бог к реальности соотносит свои действия. Единственное место, которое Иисус не заслуживал, ни по каким нормам вообще, хлев. И Бог действует. Приходят волхвы и приносят драгоценности, приходят пастухи и воздают ему честь, реальность. Но мы иногда почему-то завышаем эти планки, мы иногда ожидаем того, что нам кажется должно быть. Знаете, мне нравится одно очень интересное высказывание. Счастливые люди рады тому, что у них есть, что имеют. А несчастные люди требуют от себя и окружающих, и окружающего мира больше, чем им могут предложить. Смотрите в себе, разница какая между счастливыми и несчастными. Счастливые радуются тому, что есть. Несчастные требуют от себя и от окружающего мира больше того, чем он может им дать. Завышенное ожидание. И они из-за этого несчастны, потому что никогда не получат. Планка слишком высокая. Один известный человек сказал, ожидание, мать, разочарование. Ожидание, мать, разочарование. Вы знаете, Иисус, когда приходил на эту землю, вообще, вот, наш Бог, Он удивительный. Вы знаете, ведь Он мог бы, наверное, избрать себе людей, которые Его точно не подведут. Но Он ведь знал. Он ведь знал все наперед. Он знал, что с Петром будет. Он знал, что с другими будет. Как поступят, как будут действовать, что с Иудой. И представляете себе, Он не ожидал. Он не требовал. Он был в этой реальности. Он знал до конца. Но Он ничуть не изменился. Он оставался любовью. Аминь. Когда хлеб с Иудой делил, Он оставался любовью. Когда Петра вдохновлял, Он оставался любовью. Когда помогал тем, кто разбегутся впоследствии, Он оставался любовью. Он накормил тысячу, несколько тысяч людей, находясь в реальности. Что ему стоило, знаете, одним щелчком сказать? Все наелись. Даже кормить не надо было. Знаете, для Бога невозможно, очень легко это сделать. Он бы сказал, вы наелись. И все, представляете, пять тысяч они чувствуют. Ох, чуть-чуть даже переел. Нет ведь? Господу надо было взять эти несколько хлебов, этих несколько рыбок, благословить, помолиться за них, а потом еще и преломить, воздать всем, да? И чудо. Наш Бог, Бог реальности. Друзья мои, дам несколько советов, которые сам стараюсь в своей жизни не исполнять. Если вы устали от разочарований, первое, что нужно сделать, откажитесь от завышенных ожиданий. Проанализируйте себя, посмотрите, на чем строятся ваши отношения. На чем строятся ваши отношения с супругом, с супругой, с детьми, с коллегами, с друзьями. Откажитесь от ожиданий. Знаете, я скажу вам, друзья мои, Бог всегда превосходит наши ожидания. Всегда. Наверное, самое лучшее, что мы можем делать, просто доверять Ему. Вы знаете, доверие, оно всегда будет вознаграждено. Доверие Богу, доверие близким. Ты никогда не прогоришь. Поэтому это лучше ожиданий. Следующее, что очень важно, друзья мои, поговорите с тем, кто не оправдал ваших ожиданий. И объясните, что вы ожидаете от него. Порой, друзья мои, все, что нам нужно, поговорить. Мы иногда пытаемся мысли передать на расстоянии. Мы уже с ним 20 лет живем, он должен без слов меня понимать. Ждем. 8 марта, подарок. Думаем, сейчас цветов принесет букет, а он бац, кастрюли принес. Да что ж такое? Опять не понял. Да как не понял? Он тебя полгода слушал, как ты ему говорила каждый вечер, кастрюли никакие, готовить невозможно. Ужас. А он, понимаешь, думает, как бы угодить. Копит деньги, эти кастрюли злочастные, стоят во много раз дороже цветов. А он копит, 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 думает, вот, обрадуй мою супругу. Я слышу, и что она говорит-то? Ей же будет приятно так готовить в этих кастрюлях. Принес и не угодил. Как важно иногда поделиться своими ожиданиями. А что ты ожидаешь от своих детей? А что ты ожидаешь от своего мужа, от своей жены? Сесть, поговорить, пообщаться. И все, на самом деле, порой иногда некоторые моменты вообще решаются. Мы едем, думаем, сейчас жена тут все приготовит, а она за пять минут до нас приехала, измученная, уставшая, точно в таком же состоянии. Знаете, я понял однажды, что жена переживает, когда она на две недели уехала на сессию и остался с двумя девочками садичного возраста. Я, кажется, понял, что у них косички есть, вернее, должны появляться каждое утро. Я думал, у них не всегда, они, кажется, каждое утро должны появляться. Я там путался, путался в этих косичках, слава Богу, воспитатель помогла потом, сказал, я буду помогать вам. Оказывается, кастрюля-то у нас не волшебная, там должно быть что-то появляться все время, это же надо кому-то делать и мне. А еще надо успевать, забрать, отвезти, а еще надо в магазин заскочить. Я тогда понял, боже мой, а я-то думал, что жена-то, она все должна успеть. А я даже не представил, что это все. Все, что нужно было вникнуть иногда, просто в реальность. В реальности побыть немножко самому. Так вот, друзья мои, третье очень важное. Научитесь сопереживать. Знаете, любовь, она сопереживает. Любовь, она знает, с чем сталкивается тот, кто рядом с тобой. Как важно нам научиться сопереживать друг другу. Когда ты, как муж, сопереживаешь своей жене, когда ты, как отец, сопереживаешь своим детям, когда ты, ты как сын или дочь сопереживаешь своим родителям, ты понимаешь, что деньги, они же не появляются с воздуха. Когда ты сопереживаешь, когда ты пытаешься чуть-чуть посмотреть, а в чем он живет, а в чем он варится, а что он чувствует, а через что он проходит, а с чем он сталкивается, или она. А мы же иногда так, знаете, привыкли, стандартно, вот все должны на пятерке учиться, вот все должны быть вот такими, все должны цветы дарить, все должны так делать, все должны одинаково для всех. Да не бывает так. Даже Иисус со всеми вел себя по-разному, но любил всех одинаковой любовью. Аминь. Потому что любовь, она подстраивается. любовь, она особенная, она такая. Аминь. Вы знаете, друзья мои, наверное, намного важнее нам, чтобы выйти из такого состояния возочарования, действительно, не ожидать, а учиться любить. Не ожидать, а стараться развить любовь. в нашем сердце принять ее. Принять ее такой, какой Бог нам ее дал. И знаете, я думаю, что любовь имеет единственное ожидание. Я вывел это для себя. Вы знаете, это ожидание любви такое. Все будет хорошо. Но это еще не все. Есть запятая. и если даже что-то будет нехорошо, все равно все будет хорошо. Потому что это любовь Божья. Это любовь от самого Бога, который любит тебя таким, какой ты есть. Аминь. Давайте мы поднимемся. Я хотел бы, чтобы мы помолились. чтобы мы помолились и попросили Бога помочь нам принять Его любовь. Друзья мои, еще раз повторюсь, Его любовь можно только принять. когда она придет в твое сердце, в твою жизнь, она сможет жить в тебе, она сможет действовать через тебя. Ты ей не научишься, ты ей, ты ее не найдешь нигде, не заработаешь, но только принять ту любовь, в которой Он возлюбил тебя. Господь, мы благодарим тебя за это особенное время, когда мы можем быть в твоем доме, размышлять над твоим словом. Спасибо тебе, Господь, что ты любишь нас своей особенной любовью, безусловной, безграничной, и ты ожидаешь от нас, Господь, что мы позволим этой любви прийти в нашу жизнь. Мы молимся об этом, Господь, помоги нам перестать ожидать, иметь завышенное ожидание по отношению к близким людям, к тем, кто рядом с нами. Помоги нам, Господи, выйти из депрессии, из разочарований и позволить любви Божьей действовать через нас. Мы хотим быть, Господь, теми, кто будет помогать, поддерживать, вдохновлять, сопереживать, как ты сопереживаешь нам каждый день. спасибо тебе, Иисус, что ты всегда превосходишь наши ожидания, ты всегда действуешь намного больше, чем мы можем представить. Ты любящий и благой, и мы хотим, Господь, быть похожими на тебя, нашего небесного Отца. Слава тебе за все во веки веков. Аминь. Я хотел бы сейчас обратиться к тем дорогим людям, которые, возможно, никогда не молились молитвой покаяния. Если вы сегодня здесь, и вы хотите примириться с Богом, попросить Его стать вашим Господом и Спасителем, сегодня самое благоприятное время. Иисус вас очень сильно любит. Иисус желает освободить вас от ваших грехов и стать вашим Господом. Если вы такой человек, вы здесь, в этом зале, пожалуйста, дайте знать, помашите своей рукой, чтобы мы могли за вас помолиться. Я вижу вашу руку может быть, кто-то еще есть. Помашите, чтобы я увидел вас. Это очень важно, ценно. Бог вас любит. Я хотел бы попросить, пожалуйста, придите сюда, если можно, чтобы мы за вас помолились. Давайте поприветствуем где бы вы ни были. Может быть, где-то наверху, на балконе, в портере. Пожалуйста, придите сюда, мы за вас помолимся, благословим, как церковь. Это важно, это ценно. Как вас зовут? Юля. Очень приятно. Также обращаюсь к тем, кто смотрит нас онлайн, и если вы чувствуете в своем сердце этот отклик, и вы хотите помолиться, попросить Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем, прямо сейчас повторите эту молитву вместе со мной. Я буду говорить эту молитву. Юля, повтори вместе со мной, хорошо? Хорошо? Давайте церковь, мы будем молиться все вместе. Отец Небесный, я обращаюсь к тебе во имя Иисуса Христа. Я верю, что Иисус умер за меня, за мои грехи. Прости меня, Господь. Прямо сейчас войди в мое сердце и стань моим Господом и Спасителем. С этого дня помоги мне следовать за тобой и знать тебя. Слава тебе, что ты услышал мою молитву и ответил на нее. Аминь. Слава Богу, Юля. Мы помолимся за вас. Помолимся за... Юля, не уходите, подождите, помолимся сейчас за вас. И давайте помолимся церковь за Юлю, помолимся за тех людей, кто молился с нами этой молитвой. Господь, мы благословляем Юлю. Мы молимся за каждого человека, кто призывал Твое имя в этот час. Благослови, пожалуйста, своей рукой. Пусть, Господь, Твои перемены придут в жизнь. Пусть Твоя любовь, Господь, изольется с небес в эти сердца, Господь, во имя Иисуса Христа. Мы молимся и благословляем наших друзей, каждого человека, кто примирился с Тобой в это мгновение. Спасибо тебе за эти драгоценные имена, записанные в книгу жизни. Слава тебе и хвала во веки веков. Аминь. Юлия, слава Богу, мы вас поздравляем. У нас есть для вас подарок. Человек из церкви хочет с вами пообщаться, познакомиться, поэтому, пожалуйста, можете пройти прямо сейчас. Слава Богу. Если вы онлайн помолились этой молитвой, напишите нам, сообщите по горячей линии, мы поможем вам также присоединиться к поместной церкви. Слава Богу. Слава Богу, пастор Леонид, я попрошу не уходить тебя. У нас еще есть важная молитва. У пастора Леонида в четверг был день рождения. Также у пастора Сергея в понедельник был день рождения. Хочу пригласить пастора Сергея сюда на сцену. Мы хотим помолиться за вас. Слава Богу. Хотим сказать вам спасибо за ваше служение, за вашу верность, посвящение. Любим вас, благословляем вас. Вы для нас большой пример веры, большой пример любви к Господу и следования за ним. Аминь, церковь. Давайте поднимем наши руки и помолимся за наших пасторов. Отец Небесный, мы благодарны тебе, Господь, за наших дорогих пасторов, за пастора Сергея, за пастора Леонида. Спасибо тебе, Господь, за то, что однажды ты родил их, Господь, для своей славы, Господь. Мы молимся, мы благословляем их. Мы молимся, Господь, чтобы ты продолжал, Господь, Боже, поднимать их на твои высоты. Мы молимся, чтобы ты благословил их дома, семьи, благословил их будущее. Во имя Иисуса Христа веди их, направляй, поднимай, Господь, пусть придут все твои благословения в их жизнь, Господь. Во имя Иисуса Христа мы благодарны тебе за эту благодать. Вместе служить, вместе следовать за тобой. Благословляем наших пасторов твоим святым именем. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Мы поздравляем вас с днем рождения. Любим вас. Слава Богу за вас. Пусть Бог благословит вас, братья. У нас для вас есть подарок. Слава Богу. Братья Ашари немножко не успевают. Слава Богу, дорогие братья и сестры, присядьте на короткое время. Прежде чем мы сделаем объявление, есть важная информация, что в эту пятницу ушел в вечность наш брат Дмитрий Дудин. Знаете, мы не знаем ни дня, ни часа, ни времени, когда мы однажды с вами предстанем пред Господом. И Писание говорит нам о том, что блаженны, умирающие в Господе. И вот в эту пятницу Дмитрий ушел в вечность. И мы приглашаем каждого из вас на служение памяти, который будет проходить во вторник, 23 марта, в 13.00, здесь, в здании церкви, в 204 кабинете. Это большой конференц-зал на втором этаже. Мы приглашаем каждого из вас для того, чтобы вместе проводить вечность, для того, чтобы вспомнить нашего дорогого брата, побыть вместе с родными и близкими, и пользоваться возможностью. Я приношу родным, друзьям, близким Дмитрия соболезнования от лица церкви, от лица служителей. Поэтому, дорогие братья и сестры, мы приглашаем вас на служение памяти во вторник, 23 марта, в 13.00, в 204 кабинете. Давайте вместе придем и проводим вечность нашего дорогого брата. Аминь. И у нас есть также объявление. Сегодня в 18.00 у нас будет молодежное служение. Тема месяца «Глобальное потепление» проповедует Стефан Волков на тему «Измерь свою температуру». 27 марта, это будет суббота, на предстоящей неделе в 11.00 у нас состоится молитвенный завтрак для мужчин. Вся подробная информация по телефону «Горячая линия». Дорогие братья, мы приглашаем вас на мужской завтрак. Возьмите с собой ваших детей, возьмите с собой коллег по работе, друзей, знакомых, и обязательно приходите на этот завтрак 27 марта в 11.00. Обязательно зарегистрироваться. Позвоните по телефону «Горячая линия». Запишитесь, сколько у вас человек будет для того, чтобы нам все организовать, чтобы все было благословенно. Поэтому 27 марта мы приглашаем всех мужчин на мужской завтрак. С этого четверга объявление для жителей Свердловского района. С этого четверга открывается служение в Свердловском районе. Это микрорайон Крохолево. Каждый четверг служение будет проходить в 19.00 в микрорайоне Крохолево по адресу Ладыгина, 9. Это торговый центр «Навигатор». Левое крыло, второй вход. Вас встретят у второго входа. Мы приглашаем каждого из вас. Конечно же, с соблюдением всех правил Роспотребнадзора. Мы приглашаем вас с этой недели, с четверга в 19.00 начнутся служения в Свердловском районе. Торговый центр «Навигатор». Приглашаем каждого из вас. Со 2 по 3 апреля у нас пройдет российская онлайн-конференция служения реабилитации, которая называется «Время принести надежду». Зарегистрироваться и получить всю подробную информацию вы можете по телефону «Горячей линии». 2-3 апреля у нас пройдет всероссийская конференция реабилитационных центров служителей. Поэтому приглашаем каждого из вас. Вы можете зарегистрироваться по телефону «Горячей линии». И 2-3 апреля конференция «Время принести надежду». Подростковое служение проходит по субботам в 17.00 по адресу Хохрякова, 8. С соблюдением всех рекомендаций Респотребнадзора вся подробная информация по телефону горячей линии. Каждую пятницу приглашаем вас на вечернюю молитву в 22.00 в 204 кабинете. Мы начали вечернюю молитву с 22.00 до 12.00. Мы приглашаем вас на эту молитву каждую пятницу в 22.00 в 204 кабинет. Эта молитва будет оффлайн, то есть живая молитва с соблюдением всех рекомендаций Респотребнадзора. По субботам организован молитвенный объезд в районы города. Приглашаем стать частью молитвенной команды. Вся подробная информация по телефону горячей линии. Если ты желаешь ездить по районам и молиться, мы молимся каждый раз, каждую субботу за районы, чтобы приходили люди ко Христу, чтобы начинались в районах служения. Поэтому, если у тебя есть такая возможность, присоединяйся, стать частью молитвенной команды. Вся подробная информация по телефону горячей линии. Если вы еще не посещаете домашнюю группу, подойдите на информационную стойку или позвоните по телефону горячей линии, чтобы уточнить информацию о домашней группе в вашем районе. Как важно нам посещать домашние группы, быть частью домашних групп, быть частью церкви. Это наше видение домашней группы. Мы приглашаем каждого из вас на домашние группы. Футбольный слет состоится с 12 по 21 июня. Успевайте записаться. Вся подробная информация по телефону горячей линии или на стойке регистрации в фойе. И последнее объявление. Каждый вечер прямой эфир вместе с семьей в 21.00. Мы собираемся, чтобы поклоняться и искать лица Божьего. Давайте поднимемся, закончим молитвой благодати. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Приветствуйте друг друга, благословляйте. С миром Божиим. Спасибо.